Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Сейчас самое время. Тессе 17, и она хочет жить нормальной жизнью. Она мечтает о тех же вещах, что и все подростки. Но что делать, если времени осталось мало? Теста принимает решение прожить всё, что отмерено, так, чтобы ни одна минута не пропадала зря. Девушка составляет список того, что обязательно нужно успеть. Потерять невинность, попробовать наркотики, прыгнуть с парашютом, по-настоящему полюбить. Она шаг за шагом воплощает свои намерения. Но внезапно вспыхнувшее чувство к соседскому парню Адаму меняет все её планы. Этим летом. Жизнь 16-летней Джейми идёт своим чередом. Она гуляет, любит и дружит. Всё резко переворачивается с ног на голову, когда на поверхность выходит ворох семейных секретов. Я. Четвёртый. 2011 года. Обычный с виду подросток Джон Смит на самом деле один из последних выживших обитателей далёкой планеты. Джон вынужден скрываться от страшных врагов, посланных уничтожить его. Ему приходится менять имена, постоянно переезжая с места на место со своим опекуном Генри. В разных городках и в разных школах Джон всегда был новичком без прошлого. Но однажды он нашёл место, которое смог назвать домом. В маленьком городке Вагайя Джон встретил свою любовь. Теперь ему предстоит открыть себе уникальные способности, сразиться с древними и страшными врагами своего народа и осознать своё удивительное предназначение. В метре друг от друга. Пространство, в котором они существуют, диктует жестокое условие. Влюблённые должны находиться не ближе метра друг от друга. Им недоступно даже прикосновение. Но истинная любовь не знает границ. И чем сильнее чувства, тем больше соблазн нарушит правила. Бумажные города. Выпускник школы Кью Джейкобсен с детских лет тайно влюблён в свою прекрасную и дерзкую соседку Марго Ротшпигельман. Поэтому, когда однажды ночью она приглашает его принять участие в карательной операции против её обидчиков, он соглашается. Но придя в школу после их ночного приключения, Кью узнаёт, что Марго исчезла, оставив для него лишь таинственное послание, которое он должен разгадать, чтобы найти девушку. Великий Гэтсби 2013 года Весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали, блистательного джаза и королей контрабандного алкоголя, Ник Каррауэй приезжает из Среднего Запада в Нью-Йорк. Преследуя собственную американскую мечту, он вселится по соседству с таинственным, известным своими вечеринками, миллионером Джейм Гэтсби. А на противоположном берегу бухты проживает его кузина Дейзи и её муж, повеса и аристократ Том Бьюканен. Так Ник оказывается вовлечённым в захватывающий мир богатых, их иллюзий, любви и обманов. Он становится свидетелем происходящего в этом мире и пишет историю невозможной любви, вечных мечтаний и человеческой трагедии, которые являются отражением современных времён и нравов. Нежность. Далеко на севере Швеции затерялся маленький шахтёрский городок. Здесь холодно, сумрачно, а у местной молодёжи выбор невелик. Или уезжать из города, или идти работать в шахту. Фильм рассказывает о жизни нескольких подростков из этого городка. Спокойный представительный Алекс знакомится со взбалмошной Никки. Несмотря на то, что они полные противоположности и постоянно ссорятся, Алекс и Никки начинают встречаться. Но проблема не только в непохожих характерах, Главная заминка в 20-летней разнице в возрасте. Ему 37, а ей 17. Спасатель. Ли, 30-летняя репортерша, которая бросила свою жизнь в Нью-Йорке, возвращается домой, где она вступает в опасную связь с 16-летним правонарушителем. Те два. Пишите в комментариях, такие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok